Всем привет, друзья! С вами Авраменко Дмитрий, и сегодняшнее видео это ответы на вопросы. Не так давно я еще был дома, да, поступил такой вопрос в комментариях под моими старыми видео, не помню под каким. В общем, пишет мама моряка, которая переживает за своего ребенка, отправляя его в рейс, и спрашивает, какие меры безопасности на судне вообще есть для того, чтобы предотвратить смертность, какие-то травмы, ну и тому подобное. Ответ на этот вопрос я дам конкретно, исходя из своего опыта в этой компании, допустим, да, или хотя бы из опыта на этом судне, на котором я сейчас работаю. Я не буду говорить за все компании, которые есть, потому что, ну, я не имею права на это, я с ними не работал, поэтому я не знаю, какие у них меры безопасности принимаются на их судах, какие средства личной безопасности, там, для людей, работающих на высоте, допустим, у них есть. В этой компании, в которой я работаю, у нас, в принципе, по каждой работе, которая несет за собой опасность жизни, там, или остаток олег, так сказать, всегда есть определенные чек-листы, то есть определенные такие бланки, которые мы заполняем перед тем, как людей отправлять на такие работы. Допустим, если человек делает какую-то работу, когда он на высоте, там, 2 метра, 3 метра, а иногда и 6 метров, да, заранее готовятся какие-то страховочные веревки, да, чтобы все это было готово перед тем, как работа начнется. Боцман и, допустим, там, АБ, они все это дело готовят. Так как на судне Боцман ответственный за такие палубные работы, да, когда он получает какие-то такие задания, он это дело все готовит, и я, как старпом, выхожу и проверяю, как они это будут делать, где они закрепили эти страховочные веревки, да, там, проверяю, чтобы страховочные пояса были в хорошем состоянии. Также время от времени проверяем вообще состояние их, да, если что, выкидываем, новое заказываем. В общем, для того, чтобы, как вот вы спрашивали, не было таких вот несчастных случаев, на судне все делается заблаговременно. Точно так же, когда, допустим, работы происходят в каких-то закрытых помещениях, так называемых enclosed space. Сейчас на судах очень много уже всяких таких вот планков, да, которые люди заполняют перед тем, как лезть в всякие там закрытые пространства, чтобы не умереть, допустим, от какого-то газа, ну и тому подобное. На судне очень много опасных мест. Как бы по определению судно уже является местом повышенной опасности. На судне нужно быть крайне аккуратным, осторожным, никогда не лезть туда, куда тебе не нужно, никогда не делать то, чего тебе не говорили. Самые частые смерти на судне являются, грубо говоря, это несоблюдение техники безопасности, либо же людьми, которые погибают, либо же теми, кто дает им выполнять такую работу, которая, ну, не была заранее, допустим, подобрана, да, и подготовлена для безопасности. Вот для примера рассказываю. Вот на судне есть так называемые комминсы, да. Это возвышенности, которые идут над главной палубой. Ну и получается, это переборка трюма. Ну, такими простыми словами. Так вот, этот комминс после погрузки или выгрузки нужно немножко убирать, да, потому что он имеет там ширину где-то, ну, сантиметров 40-50, да. Ну и его убирают, когда груз насыпался, чтобы крышка хорошо закрылась. Ну, так вот, ты можешь сказать тысячу раз ребятам-матросам, чтобы ни в коем случае они не лезли наверх этого комминса, чтобы брали какой-то трап, лестница по-русски, да, чтобы они эту лестницу ставили, хорошо это все убирали, не спеша, аккуратно, никто их в шею не гонит. И раз через раз ты наблюдаешь картину, когда матрос на этом комминсе наверху просто стоит с этой щеткой или, я не знаю, на присядках и начинает это все убирать. Ну, что вы понимали, если человек упадет с комминса в трюм, то лететь он будет не меньше, чем 13 метров у нас. Ну, то есть это моментальная смерть. Нет шансов абсолютно выжить, когда человек падает с такой высоты на металл. Поэтому есть специальные, не то что чек-листы, есть специальные инструкции, когда человек приходит на судно, он подписывает, что он ознакомлен, что это категорически запрещено на судне ходить там по комминсу, да, чтобы не упасть в трюм. Но все равно люди делают это, и я не понимаю просто почему. Вот просто у меня нет этому объяснения. И последний раз вот у нас на судне кадет, я его поймал за этим делом, просто спрашиваю, зачем ты туда залез? Он говорит, ну что было быстрее. Я говорю, тебе кто-то говорил? Он говорит, нет. Ну, я говорю, а зачем ты туда полез? Ну, то есть если ты упадешь, то все, ну, все. Ты домой уже поедешь в совсем другом, как говорится, поедешь как багаж. Он, короче, ну да, понял, понял. Ну, опять же, видите, как бы, если бы я не заметил его, да, и не наругал, то он бы дальше продолжал, и Бог его знает. Может быть, и бы упал, а может быть и нет. 50 на 50. Поэтому здесь больше, знаете, человеческий фактор. Здесь нужно для людей как-то достучаться до них, что ли, что как бы так делать нельзя, что это их не жизнь и так далее. Я заметил тенденцию, что молодые люди, да, вот молодежь в основном, они какие-то бесстрашные, да. То есть он даже не думает, что он может упасть там, я не знаю, он даже не думает, что он там может калекой остаться. Ну, все равно. То есть наша задача, как людей постарше, следить за такими молодыми людьми, чтобы они не лезли, куда они надо, чтобы они работали как можно безопаснее. Поэтому на судне очень большая задача лежит на втором помощнике, на старпоме, на боцмане, на капитане, чтобы такие вещи на судне не происходили, да, чтобы когда человек залез куда-то на высоту, его сразу сняли и сказали, нельзя так делать, потому что это все очревато и может человек потерять свою жизнь. Поэтому, когда вы отправляете своего сына в рейс, да, если он, это его тем более первый рейс, вы должны донести до него сознание, что приоритет для него – это его здоровье и его жизнь, да, что какие бы ни были там приказы от капитана, от старпома, от старшего механика, если он едет как машинный кадет или как машинный, там, матормен, тогда он должен отказаться выполнять такую работу. Он должен прекрасно понимать, что он должен делать, как он должен делать. И это ему должны объяснить в крюинде. Если кадет не имеет права работать на высоте, то не надо туда лезть, правда? Если кадет не имеет права работать за бортом, то туда не нужно лезть. Когда человек едет работать как Эйбл Симон, это Эйби, так, русскими словами, матрос первого класса, тогда он уже заранее подписывает контракт и условия в контракте, что это человек, который уже опытен, да, который может работать на высоте, который может работать за бортом, который может выполнять уже сложные работы на судне. Поэтому на судах есть как минимум 2-1 Эйби, 2-1 ОС, Кадет и так далее. По сложности работ мы уже выставляем человека, который имеет на это право делать, да. Опять повторюсь, что это на этом судне, в этой компании мы как бы стараемся работать все по правилам. Но поверьте мне, что если человек приедет на судно, где всем по барабану, кто ты, Кадет, матрос, я не знаю, тогда Кадет будет работать на высоте и будет работать под страхом списания домой и что больше не устроится на работу, на что я всегда говорю, вы знаете, лучше поехать домой, но поехать на своих ногах, чем выполнить этот приказ и потом попасть, слава богу, в больницу, но остаться живым или вообще распрощаться навсегда со своей жизнью. Поэтому еще раз повторюсь, что на судне безопасность это, грубо говоря, иллюзия, которая на сегодняшний день страдает и здесь все зависит от командного состава и от самих людей, если они понимают, куда они лезут и что они делают. Вот так вот, в принципе, своими словами я высказал свое мнение по поводу безопасности. По сути, это большая-большая иллюзия и многие моряки со мной согласятся, что сейчас никто о людях не думает, лишь бы только какая-то работа была выполнена, лишь бы только судно приносило деньги. Вот и все. Очень много случаев, когда люди погибают непосредственно в закрытых пространствах, потому что, опять же, получают там приказы идти работать, допустим, в балластном танке, да, этот балластный танк не проверили на газ, танка из народа нет и люди умирают. Поэтому, как бы, здесь опять повторюсь, если человек понимает, что для него дорого, что нет, тогда перед тем, как делать какие-то работы, он обязательно спросит проверить атмосферу, да, в таком балластном танке, потому что на каждом судне, на нормальном судне, ну, в нормальной компании всегда есть газ-детекторы, на этом судне, допустим, у нас их два, которые проверяют концентрацию кислорода, газов разных и так далее. И поэтому перед каждой работой, допустим, там в закрытых пространствах или еще где-то, я всегда лично не доверяю Боцману, не доверяю никому. Лично сам беру газ-детектор и проверяю концентрацию газа. Ну, потому что я реально не буду спать нормально, да, я не буду нормально отдыхать, если я буду думать, что ребята пошли, допустим, балластный танк без того, как я проверю этот газ в этом танке. Ну, это просто для меня, я это не могу понять. Я всегда должен проверить, потому что это люди и я за них отвечаю. Точно так же во время, допустим, швартовых, отшвартовых операций, особенно, когда швартуется судно, очень много людей погибают, когда рвутся концы и их просто убивают этими концами. здесь опять же нужно понимать, как они стреляют, допустим, где эта зона безопасности, где можно стоять, где нельзя стоять. На судне безопасность приоритетно исходит уже от самого человека. Если я хоть на секундочку, знаете как, поколебаюсь, что мне там будет плохо, я никогда в жизнь туда не пойду. У меня был случай, когда мы возили какой-то груз, который, ну, честно говоря, показался мне очень странным, да, слишком какой-то большая концентрация газа у него была. Когда мы пришли на выгрузку, я пошел открывать рюм, и я дел противогаз, на самом деле. Взял баллоны, взял этот прейтинг-аппарат, то есть, да, все это взял, одел маску и начал открывать. Потом капитан увидел, говорит, а зачем ты так одел, я говорю. А, не, он, короче, увидел, что я его одеваю, подходит, говорит, а зачем ты его одеваешь? Я говорю, слушай, ну, я не буду открывать без него. Да что ты его думаешь? Я говорю, ну, хорошо, иди, открой. Раз развернулся, ушел, убежал. Я такое думаю, ну, понятно. Поэтому, видите, люди, когда, допустим, дают какие-то задания, они как-то себя на это место не ставят, им по барабану, честно. Вот, когда что-то происходит, тогда они начинают думать. А до этого никто ничего не думает. Здесь, конечно, если вы отправляете сына на судно, да, я прекрасно вас понимаю, всякое может быть, но, если вы отправите через нормальный крюинг, я думаю, что проблем не будет. Но, опять же, нужно проводить беседы, проводить каждый день беседы, что никуда не лезь, что все, что там говорят, 10 тысяч раз подумай, тысячу раз еще раз пойди, задай вопрос, а безопасно ли это, или нет, а можно ли мне это делать, или нет. Если вы, я же говорю, идете Ай-Би, почитайте свой контракт, расспросите в крюинге, какие ваши обязанности, потому что, господи, никто вас насильно на судно не тащит, правда? Вы приезжаете сюда по своей воле, вы подписываете контракт по своей воле, поэтому, когда вы приезжаете на судно с подписанным контрактом, вы уже заранее все эти условия подписали, правда? Но, опять же, кто вас вообще, ну, держит, допустим, списаться в судно, если вам что-то не нравится, да? Если вы чувствуете, что команда, алкаши какие-то, да, старпом с капитаном, блин, два психа, дают какие-то работы, которые, ну, реально могут привести, я не знаю, к смерти, или ты останешься калекой, да бог с то судно, бог эти деньги, лучше поеду домой за свой счет, за то живое, с нормальными ногами и руками, это мое мнение, я не претендую на то, чтобы оно было правильным для вас, можете действовать, как вы считаете нужным, это ваше право, это ваша жизнь, я сейчас просто рассказываю свое мнение по поводу всего этого, по поводу всей этой безопасности, потому что, как для меня, я считаю, это все иллюзия, которая построена, знаете, как капиталистами, для того, чтобы страховки не платить, потому что, если, не дай бог, человек на судне умрет, а не будет там этого чек-листа, да, или еще чего-то, это все просто, ему просто не заплатят страховку, ну, не ему, ему там уже ничего не надо, он мертвый, семье не заплатят ни копейки, поэтому, когда происходят такие несчастные случаи, ну, надеюсь, что их будет все меньше и меньше, но это статистика, они всегда будут, поэтому, если все заполнено как надо, да, если есть чек-листы, если все было, ну, правильно, грубо говоря, тогда страховая компания будет выплачивать хорошие деньги, да, семье, а если этого не будет, они скажут, он сам виноват, он скажет, извините, он сам туда полез, мы его туда не отправляли, это его была личная инициатива, поэтому, я считаю, что каждый человек, каждый матрос, каждый, кто выполняет какие-то работы, повышенного риска, так сказать, обязаны, обязаны требовать эти чек-листы, обязаны требовать эти работы, чтобы были куда-то занесены, потому что, если что-то случится, все, они просто скажут, мы ничего не давали, он, он сам, на этом все и закончится, поэтому, ребята, берегите себя, жизнь одна, здоровье одно, не дай бог, что-то произойдет, вы что, это уже будет трагедия, поэтому, перед работой, всегда подумайте 10 раз, как ее лучше выполнить, никогда не спешите, спешка приводит к трагическим последствиям, спешка никогда не приводит к хорошему, поэтому, не спешите, если кто-то вас гонит шею, скажи, сам иди делай, или так, но, нормальные люди, адекватные люди, не психи, всегда оценивают ситуацию, как она есть, если работа сложная, то на нее выделяется, столько времени, сколько нужно, и никто никого не гонит, нет ничего более ценного, чем человеческое здоровье и жизнь, поэтому, ребята, еще раз, берегите себя в рейсе, не выполняйте дурацкие приказы, и оставайтесь всегда на позитиве, подписывайтесь на канал, конечно, ставьте лайки, кликайте колокольчик, и ждите новых выпусков, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok